Вот еще один видеообзор делаю. Это улица бывшая, 25-я прослезда, которая идет на поселок. И вот бывший Камысийский Толюби. Сейчас там слухи идут, что и Камысийскую переименовали в Толюби. Теперь Толюби хотят виновать улицу Назарбая. Ну не знаю, может это неправда, но вполне возможно. Но не об этом будем. Вот здесь вот посмотрим с вами обзор. Как вот начинается эта улица, двигается туда на кем-поселок. Ну и такие вот культашки. Так называемые, как говорили тогда раньше, новой планировкой. Было счастье в такой переселиться в новой планировке. Привыкли все к одной планировке. Эти вот здания потом с лоджиями, новая планировка считалась. Ну и там вот дорога идет в торговый. Вот такая вот картина. Ну и вот я стою на территории одного из двора. Ну в принципе здесь видны некоторые другие дворы. В некоторых пятиэтажах химзавода. Химпоселка, извините. И вот мы видим с вами такая вот ситуация. Это детский садик. Там мы видим здание, это как общежитие. Там два этих здания. Типа общежития. Вот это вот уже живой, как и микрорайонах. Такой панельный дом. И там мы видим улицу 25-го подсъезда. За этим вот стройкой, там, когда и торговый какой-то строй. Там в облаке. Там дальше мы видим пятиэтажки коммунистические. Вот такая вот такая ситуация. Вот немножко я в другой точке. Те же самые дворы. Сниму здесь. Четырехэтажки. Вот это вот, это раньше было, к роддому относилось. Вот это вот, беременные здесь женщины в положении. На сохранении лежали. А это вот общежитие. Вот такая вот. Вот я стою на остановке. Поселок. Не хотел с вами, дорогие земляки, прогуляться. Немножко. У нас тут такой базарчик. Такие поселки. Что только нет здесь. У нас основного базарчика зеленого нет, базара. Тут по городу. По городу разных вот таких вот базарчиков. Много у нас. Красивые продукты. Все тут есть. И мясо. Тут вот ход вообще, житие. Тут супермаркеты. Пристроены к общежитию, к этой территории. Но напротив, вы видите, очень некрасиво. Ну, пригляды вот это снаружи здание. Раньше оно было хорошо отделано. Прокушечником. Сейчас оно, видите, как почему-то не обновляет его. Вот там он общежитие. А это вот кафе Умит. Ну, вы знаете. Многие, наверное, здесь вели. В то время, когда тут жили, у них очень популярное кафе. Рядом здесь вот чудо-пирожки. Красивые цены. Цены на пирожки. Часто вот именно в этом кафе поминальные делают обеды. После прощания с родными и близкими, знакомыми. Вот сами посмотрите. Тут все тот же Умит, только ремонт делают. Другое крыло Умит. Сейчас уже весна, травка зеленеет, март. Сегодня прохладная погодка. Ну, и вот. Им поселок в большей степени сейчас на правую сторону. Дома эти где-то, да? Сейчас 50-х годов, наверное, 60-х годов. Там дача, да и дом культуры. И вот здесь мы видим больницу на химпоселке. Больница на химпоселке, Озогово-центре. Вот мы пройдем в ту сторону. Не будем пройдем по химпоселку. И сейчас мы пройдем в ту сторону. Смотрите, какая у нас. Ну, эти вот дома, эти тоже, можно сказать, заброшены. Никто им не занимается. Имею в виду, момент государства, никакой помощи. Вот это вот кирпичное, это вот тоже физически. Вот сама больница. Там старые здания во дворе видны. Ну, помню, вот этот кирпич, этот вот дом, он был тоже, относился к клинике. Вот так мы видим здесь картину. Если не узнаете, здесь все раньше было. Кроме домов тут ничего не было. Какие-то магазины разные построили. Ну, а само здание в городской больнице, она изменения не претерпела. Озогово-центре тоже, городская больница номер два считается. Как осталось. Также и здесь мы видим частные дома, эти этажки. А там вот мы видим уже, вон, видите, зажогово. Это уже здание городской больницы номер один, которую перенесли. Больница скорой помощи. Помните, вот. Ее перенесли сюда, вот, нахим, поселок рядом разместили. Где там корпус В, корпус В. Вот это слева отжоговый. Справа это корпус А. Ставим. Вот новая. Вот так вот, видите, идет остановка. Вот так вот, видите, идет остановка. Тоже построенные дома, это 12-го микрорайона. 12-го микрорайона. А справа вот этих вот не было магазинов. Это уже, извините, недавно. Года 3-4 назад. А вот 12-й микрорайон тоже уже достаточно давно уже. Вот так смотрится с этой точки. Поселок. Санкт-Петербург. Вот городская больница номер один. Смотрите. Ход, наверное, с той стороны. Вот это 12-й микрорайон. 12-й микрорайон. Ну, это очень огромная вот эта больница. Территория очень большая, здание. На самом деле тоже. Наши все роддомы, гинекологи. Ну, разные другие. Вот видно здесь вот президентский парк. У нас сюда видно. Сюда дальше идти. Вот там флаг. Казахстан. Городская больница. А где пульмонология? Не подскажете? Пульмонология. Пульмонология? Вот больница вторая. А, спасибо. Нет. Значит, я не туда попал. Ну, я пойду сфотографирую для земляков. Вот так, как раз я прошел. Надо было посетить сестру свою. Вот такие вот дома. По новой технологии строили их. Вот сама больница. Здесь вот выходные. Вылисывают. Мер один. Это вход. Уходная. Ну, туда не пойдем. Такая вот картина.